Унизительно, когда говорят, вот это моя точка зрения, я не правый в этом смысле, я скорее оппонент радикально правых, унизительно, когда говорят, что надо в России создавать русскую республику, потому что русских в России 80%, типа там, как евреев в Израиле и как еще много кого в их странах. Вот у нас должна быть этническая русская квартира, а с меньшинством они там, их меньшинство, вот пускай они будут жить в русской стране, в русской республике, в русской национальной квартире. Это выражение одного из правых идеологов, Дмитрия Ольшанского, публициста. Вот это я считаю вредоносной подлядиной просто какой-то, потому что дело даже не в процентах, там вот что русских 75 или 80%, а этносов там 20 всего процента. Дело в том, сколько этносы принесли в Россию, допустим, территорий. Вы посмотрите по территориям, сколько принесли, принесли якуты, туинцы там, ну и так далее. Огромные пространства, больше, и венки, больше всей Европы целиком, просто больше. Ну то есть, если Россия для русских, как говорит мой товарищ Герман Судулаев, то для кого-то да и якутские алмазы, тоже для русских. Ну это все какая-то, ну нелепость какая-то, про это даже вот нельзя говорить. Поэтому есть русская культура, есть якутская культура, есть там какая угодно, национальная культура, есть вот Россия, которая для всех нас. И тут, ну, нет никаких причин, нет никаких причин ссориться, за исключением тех случаев, когда человек говорит одно, а имеет в виду что-нибудь другое. Понимаете? Вот он говорит, что, типа, вот вы начинаете отменять русских, давайте восстановим право русских иметь собственные там культурные суверенитеты. Ну давайте, давайте восстановим. А там через запятую уже начинается, а давайте вот мы, так как русских в России большинство, давайте будет вся Россия, вот она как бы для русских. Я тут начинаю уже страдать, потому что я только что видел, как соседняя прекрасная цветущая Украина решила строить моноэтничное государство. И к чему это, собственно, и привело. В России последствия подобные вот чепухи будут гораздо более кровавыми, гораздо более радикальными, гораздо более чудовищными. Понимаете? Это очень частая тема, тоже наверняка видели в социальных сетях, когда начинают писать, что проклятые большевики и лично вот этот Ленин придумали все эти республики. Нефиг этого было делать, надо делать просто русские губернии, чтобы вот, типа, все эти наши этнические меньшинства забыли, что они этнические меньшинства, а просто они живут в русских губерниях. Это все, понимаете, разводка для, ну, слабых разумов. Конечно, никакие народы не забывают о том, кто они такие, если они живут в русских губерниях. Они всегда помнят, кто они такие. Кроме всего прочего, это просто унизительно. Ну, давайте мы сейчас возьмем, сообщим там чеченцам, что у вас теперь просто будет русская губерния, татарам там и всем остальным. Зачем? Ну, собственно говоря, мы что, рабовладельцы? Мы должны строить такую сложную, цветущую государственность, где все малые, огромные, великие народы, и великие, и невеликие, встроены в эту мозаику, и все чувствуют, ну, как бы, необходимость друг к друге. Не отнять у человека память, не вытащить ее из головы, что он там чеченец со своей чеченской республикой, а сказать, да, ты прекрасен, потому что ты, там, иной по воспитанию, у тебя иная история, и вот мы здесь, вот в этой мозаике сложнейшей, мы начинаем с друг другом взаимодействовать. Пусть это будет не так, там, как в Советском Союзе, пусть будут не такие, у этого, там, как это называется, там, слоганы, короче, поддерживающие всю эту сложность, не там, не дружба народов, еще не что, давайте придумаем другие. Но я за цветущую сложность, потому что она делает нас богаче, потому что мы совершаем те вещи, сохраняя эту цветущую сложность, с которой не справились в 20 веке никакие практически мировые империи. То есть, вот он, Советский Союз стоял, осыпалась Османская империя, Британская империя, Французская империя, Итальянская империя, они все рухнули одна за другой в течение 20 века, а мы смогли это сохранить. И более того, из-за того, что мы смогли это сохранить, к нам сейчас тянутся и Китай, и Индия, особенно Африка, особенно Латинская Америка, которые считают, вот эти вот белые, вот эти русские, они не настоящие белые, они не колонизаторы, они на самом деле любят цветущую сложность и могут ее сохранять. Вот если об этом идет разговор, то я первый поддержу русских националистов, чтобы русские чувствовали себя не ущемленными. Но если вот русский означает «живи всех других», здесь я точно им не соратник.